12 кандидатов, 5 из них иностранцы. Сегодня Кабинет Министров начал заслушивать кандидатов на пост аудитора для Национального антикоррупционного бюро. По словам премьера Владимира Гройсмана, уже через несколько дней в правительстве определятся с представителем Кабмина в НАБУ. Именно этот аудитор будет осуществлять внешний контроль ведомства. О конкурсе и о том, что еще обсуждали министры, далее в сюжете. Троих аудиторов, согласно договоренности с Международным валютным фондом, должны избрать украинские власти. По одному от президента, парламента и правительства. Премьер заверил, что собеседования с кандидатами будут транслировать в интернете. Наше завдание с вами, как уряду, поддержать самого достойного кандидата, который обеспечит неупереженный аудит Национального антикоррупционного бюро. Более двух часов Кабмин принимал различные документы. В частности, одобрили концепцию реформ в угольной промышленности. Только в прошлом году угольщиков датировали на сумму почти в полтора миллиарда гривен. Однако уже в следующем году профильный министр пообещал сделать отрасль безубыточной. Некоторые шахты придется ликвидировать. Цель – перевод украинских теплоэлектростанций на уголь газовой группы. Большинство залежей антрацита остались на оккупированной территории. Премьер вспомнил и о грядущей пенсионной реформе. Ее проект сейчас на обсуждении. Гройсман отметил, пенсию пересчитают 9 миллионам человек. Критику, которая звучит в адрес документа, считает несправедливой. Мы начинаем изменения в этой системе. И это означает только единственное. Мы будем восстановить справедливость. И мы должны вырвать украинских пенсионеров. И этот шаг мы начинаем после восхваления реформы. Как ожидается после утверждения парламентом, реформа вступит в силу с 1 октября нынешнего года. Как заявляют в правительстве, пенсионный возраст для граждан при этом не повысится. Геннадий Вивданга, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.